14-летняя чемпионка первенства России, кандидат в мастера спорта Арина Вуйсикова сегодня у нас в гостях. Это новости спорта. Меня зовут Лада Дудко. Ну что ж, привет, Арина. Здравствуйте. Мы знаем, что ты вот совсем недавно вернулась с очередного первенства. Расскажи, пожалуйста, что это были за игры, где они проходили и какое место ты там заняла. Проходили игры в Нижегородской области. Игры проходили в спортивном комплексе Мурэспорта. Играли мы пять дней. Сначала шесть дней. Четыре дня мы играли личное первенство и два дня мы играли командное первенство. В личном первенстве я не очень хорошо сыграло. Проиграла за выход в шестнадцать сильнейших. В командном первенстве я постаралась выложиться на максимум. И мы заняли первое место, обыграв за выход в финал в Татарстан. А за выход в финале выиграли Нижегородскую область. Тебе 14 лет. Ты уже кандидат в мастера спорта. Что тебя вообще привело в бадминтон? И с какого возраста ты занимаешься? Я занимаюсь со второго класса. Меня летом негде было оставить дома, не с кем было оставить дома. А у меня на то время занимались брат и сестра. Я сейчас занимаюсь. И меня решили взять вместе с ними на сборы. Вот. Ну и там я съездила на сборы. Мне это понравилось. И я решила дальше заниматься. Какие для тебя достижения самые значимые вот на данный момент в твоей карьере? Ну, я победитель командового первенства России. Победительница в одиночном разряде первенства Московской области до семнадцати лет. Вот. И многократная чемпионка и призер всероссийских соревнований. Папа Николаевна. Может быть у тебя перед играми есть какие-то специальные ритуалы? Может быть ты там, не знаю, монетку кладешь в кроссовок? Может быть ты там валанчик как-то крутишь? Расскажи, может быть есть какие-то ритуалы? Ну, я пишу маме то, что ухожу на корт, когда с него ухожу. Вот. Меня мама поддерживает. Вот. В принципе, меня все в семье поддерживают. У нас как-то это семейно получается. И очень много поддержки. Я чувствую это на корте. Вот. Перейдем на тему школы. Ты в каком сейчас классе учишься? Я учусь в восьмом классе. У тебя на носу очень важные экзамены ОГЭ. Расскажи, пожалуйста, как ты совмещаешь школу и тренировки? Ну, иногда езжу в школу и потом возвращаюсь домой, чтобы поехать на тренировку. Но чаще всего я езжу в школу и сразу на тренировки. Вот. Приезжаю вечером, делаю уроки по возможности. Готовлюсь к экзаменам. Также читаю книжки разные. То есть пытаюсь развиваться эмоционально. То есть у тебя бывает такое, что ты, например, вернулась в тренировки, просто чисто физически не можешь, не успеваешь сделать уроки. Как к этому учителям вообще относится? Ну, я вообще когда-то не успеваю. Я просто ложусь пораньше и стою утром пораньше. Вот. А так я почти что все делаю уроки. Если что-то не успеваю, то я бы делаю на переменах. Вот. Но так учителя положительно к этому относятся. Они понимают, что я спортсменка. В преддверии у тебя важные государственные экзамены. Это ОГЭ. Расскажи, какие предметы ты хочешь сдавать? Я хочу сдавать общество знаний и литературу. А почему выбор пал именно на эти предметы? Потому что я хочу в будущем свою жизнь связать с такой профессией, как журналистика. Пойти или спортивным журналистом. То есть мне очень нравится эта профессия, потому что ты посещаешь разные места интересные, общаешься с разными людьми. И, в принципе, учишься чему-то новому от них и постоянно пополняешь его запас знаний. Арина, какие у тебя есть хобби помимо бадминтона? Ну вот у тебя школа, тренировки и, может быть, у тебя есть какое-то вот прям отдельное увлечение, от которого ты без ума? В общем, у меня таких развлечений нет, потому что я разносторонняя. То есть я иногда делаю ногти, маникюр делаю, иногда я плетусь бисера, иногда вяжу что-то, иногда слушаю музыку. То есть у меня нет такого прям от чего без ума. То есть я разносторонняя. Видишь ли ты себя в дальнейшем профессиональным спортсменом, профессиональной бадминтонисткой? Или ты все-таки думаешь, сдам экзамены и поступлю на журналисты? И как у тебя все это вообще выстраивается? Ну я себя спортсмена буду ужимать на максимума, то есть насколько получится. Но планирую то, что я буду профессиональной спортсменкой, а когда закончу свою карьеру, то есть пойду на журналисты учиться. Как в Одинцовском округе развивается бадминтон? То есть есть ли у вас контракты? Получаешь ли ты за это сейчас деньги? Либо это только в будущем тебя настигнет? Как это вообще все строится и развивается? В Одинцовском округе сейчас развивается бадминтон очень прогрессивно, потому что появляется бадминтон в разных школах, то есть спортшкола у нас довольно-таки хорошо развивается. А так я сейчас получаю стипендию от губернатора Московской области, то есть сейчас за полгода, а потом каждый месяц они будут мне выплачивать стипендию. Вот такой вид спорта как бадминтон, он же одиночный? Ну вообще бадминтон бывает одиночный, разряд, бывают парные, бывают смешанные разряды. То есть одиночные ты играешь одна, парные ты играешь с партнером своего пола, а смешанные ты играешь с противоположным полом. Какой ближе тебе? Ну мне с самого детства больше нравился и нравится одиночный разряд, потому что я не чувствую себя как-то зависима от другого человека, то есть здесь полностью игра стоит на мне и мне это очень нравится. Командно в виде спорта ты бы себя не видела, потому что ну как ты знаешь в команде каждый зависит друг от друга. Здесь ты одиночница, все зависит только от тебя, да? Да, я так считаю, потому что в командном там все равно, то есть кто-то может не собраться, ну то есть не чувствую себя как-то важной в командной игре, как в одиночке. То есть в одиночной я чувствую, что полностью игра на мне лежит. Как ты справляешься со стрессом? Есть ли у тебя какие-то отходы, релаксации, отдыха? То есть в любом случае ты устаешь на тренировках, стресс в школе, то есть все это наваливается. Грубо говоря, когда ты уже профессиональный спортсмен или ближе к этому, расскажи, как ты с этим давлением вообще справляешься? Ну я когда чувствую, что вот все стресса очень много, то я стараюсь как можно больше гулять, с друзьями гулять, ходить по разным торговым центрам, вот. То есть как-то себя отвлекать от этих ситуаций, то есть не зацикливаться на одном и том же. То есть если не получается выходить гулять, то просто общаюсь с близкими, слушаю музыку, телевизор, то есть не вспоминаю про ситуации разные, которые произошли со мной. Ну вот а если что-то, например, случилось, самая стрессовая ситуация происходила у тебя и как ты на нее реагировала вообще? Ну у меня происходило в антоне самое стрессовое, когда год назад у меня воспаление тазобедренного сустава было и то есть нельзя было тренироваться усиленно на ноги, вот. Ну и тогда меня очень сильно поддерживала мама, и мне это очень сильно помогло, потому что поддержка от родных очень чувствовалась. Как у вас вообще проходит восстановление? Ведь у вас очень большие нагрузки. Ну вот кроме воспаления у меня были мелкие, то есть травмы, микротравмы, то есть растяжение, то есть забитые мышцы, то есть больше таких не было. А так если забились ноги или что-то болит, то больше стараемся работать на руки. Если там с руками что-то, то больше на ноги работаем. Вот, например, у тебя забилось, условно говоря, правая игра, и ты через боль выходишь на корт, и тебе нужно вот через силу воли, через боль себя показать. Были ли у тебя такие моменты, как ты с этим справляешься? Ну, если это важное соревнование, то я выхожу на корт, просто стараюсь забыть про это растяжение, про забитость и играю. Какие у тебя дальнейшие цели? У меня цель, то есть это как-то банально слышится с каждого спортсмена, но у меня цель это олимпийские игры, олимпийское золото, ну, потому что я самый максимум спортсмена, и мне это очень нравится. Сколько раз в неделю вы тренируетесь? Близок ли этот режим к профессиональному? Я думаю, это близок к профессиональному, потому что мы занимаемся в 6 раз в неделю на тренировке, они у нас по 2-3 часа. Также мы дополнительно ходим в тренажерные залы, что-то делаем дома, и мне кажется, это довольно-таки емкая работа. Ты уже, по сути, очень близка к профессиональному спортсмену. Расскажи про свое питание. Мое питание, я стараюсь убирать все жирное, то есть баранину, говядину стараюсь убирать, но я не люблю, не ем. А сладкое, когда как, то есть бывает немного побольше съем, немного поменьше, но стараюсь все-таки убрать рационную полностью углеводы. Арина, расскажи мне, пожалуйста, про значимость тренера в профессиональной карьере. Ведь наверняка тренер – это и поддержка, и кнут, и пряник иногда, как говорится, да? Ну, значимость тренера очень велика, ведь именно от тренера зависит, какой будет спортсмен. То есть если… То есть тренер, в принципе, переживает через ученика, то есть ученик – это полное зеркало тренера, то есть без хорошего тренера, без поддержки тренера, хорошего спортсмена, скорее всего, не выйдет. Ты сейчас работаешь с одним тренером, с которым и начинала свою карьеру с самого детства, либо они у тебя менялись? В детстве меня тренировала Рамина Эдуардовна, вот сейчас меня тренирует Андрей Олегович. То есть у тебя постоянно идет смена тренера. Скажи, как ты это переживала? Ведь наверняка тренер – это как второй родитель. Когда все это меняется, для молодого спортсмена это тяжело. Ну, у меня вообще это все происходило в детстве. То есть сначала я была у Надежды Владимировны, потом перешла к Рамине Эдуардовне. Когда Рамина Эдуардовна ушла в декрет, я перешла к Олегу Викторовичу, а потом уже к Андрею Лейбовичу. То есть сейчас я как бы уже тренируюсь года четыре у одного тренера, и как бы я уже не помню, как я переходила. Но я тогда была в детстве, я еще не понимала всю серьезность. То есть для меня не было такой серьезной смены обстановки. Арина, в завершении нашего разговора скажи, что ты хочешь пожелать маленьким, юным, бадминтонисткам, может быть, бадминтонистам, которые вот посмотрят твое интервью и скажут, я тоже хочу заниматься. Какие у тебя будут для них пожелания или, может быть, советы? Ну, мое пожелание будет для того, чтобы они, несмотря ни на что, никогда не сдавались, приходили на тренировку и всегда выкладывали на максимум. То есть, несмотря ни на что, ни на кого не смотрели, никого ни с кем себя не сравнивали. То есть, ты один человек, и вот ты что-то одно хочешь, и ты это сделаешь. То есть, если очень сильно что-то хотеть, то это обязательно сделаешь. Арина, спасибо тебе большое за такое замечательное интервью. Я очень рада, что мы с тобой сейчас пообщались. Но у нас в гостях была Арина Вуйтикова, 14-летний чемпион первенства России, кандидат мастера спорта. А это были новости спорта. С вами была Лада Дудко.